Сделать библиотеку поселка Красное центром притяжения молодежи. Такое решение озвучил глава региона Александр Цибульский во время своего визита в муниципальное образование. Во время рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора округа посетил поселковый дом культуры и побывал в читальном зале библиотеки. В этом году Красновский дом культуры отметит 60-летний юбилей. Об этом во время экскурсии главе региона рассказала директор ДК Оксана Асташова. У нас кружки есть вокальные, есть театральные, есть хореографические кружки, есть декоративно-прикладного творчества кружки. Ну, разнообразные. И ходят и взрослые, и дети, и специалисты у нас работают. Ну, практически все с образованием у нас специалисты. Вообще у нас в штате 13 человек вместе со мной. На втором этаже дома культуры располагается библиотека. Она вызвала особый интерес у главы региона. Руководитель филиала библиотеки Алена Кожевина поделилась своими представлениями о том, каким в идеале она видит читальный зал. Я бы сюда пригласила дизайнеров, которые проектировали библиотеку Гоголя в Санкт-Петербурге и Боголюбовского Владимирской области. Они приезжают, живут здесь, знакомятся с регионом, с его какими-то достопримечательностями, просто знакомятся с регионом, с людьми общаются обязательно. Берут у них интервью какие-то, вот их просьбы. И вот это все воплощается в что-то эксклюзивное. О том, что библиотеку необходимо сделать более современной и привлекательной для читателей, в том числе молодежи, говорил и глава региона. Искренне убежден, что библиотека должна становиться таким очень современным центром, где молодежь могла бы не только читать книги, но и получить доступ к всем информационным технологиям хорошего качества. И доступ к новому информационному ресурсу, который сегодня есть в сети и есть в мире. Это должно быть комфортное место, куда могли бы прийти, выпить кофе, выпить чай, посидеть, пообщаться. Глава региона предложил сделать Красновскую библиотеку центром досуга молодежи. Планируется, что этот проект станет пилотным на территории Ниницкого округа. Ирина Цепетова, Ирина Нежалова, Леонид Шишлов, Телеканал Север.